Ну вот мы с вами схему уже как бы, может быть, нашли, может быть, кстати говоря, ну, вертикально, горизонтально, например, все-таки женщина, да, и я делаю так, думаю, женщина, может быть, все-таки более нежная такая вещь, вот она, вот такая, а где-то здесь две должна появиться, а две у нас, ну, конечно, писать английскую нехорошо, она у нас, ну, она и русская у нас вот такая, вот, да, значит, она здесь вот так поймёт. Вот, и там есть А, у которой тоже есть на противоходе вот такая вот штука, вот, и вот я понимаю, что где-то вот в этом, в этой игре находится решение вот этого знака, да, вот, это может быть R, а это R, а это N, а D у нас, а D у нас может быть вот такое, а D у нас такая, а D у нас такая, вот такая, да, уже, уже что-то появляется. Исписав 100 таких листочков, мы придём, а именно так это и происходит, да, мы придём к чёткому пониманию, что мы хотим, вот, ну, будем ли мы расстраивать это вот по такой вот схеме, да, так, 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 так пошла. Вот, а D у нас пойдёт, желательно не отрывать руку, потому что о той искренности и механике, о которой вы говорили, она должна здесь присутствовать. Вот. А чем вам здесь не рынка, которая звенит? Если мы сейчас сюда добавим цвет, если мы сейчас это всё сделаем, сейчас попробуем это сделать, вот, то вдруг мы и докажем тот постулат, что мы не думая про совершенно не думая про... Видите ли, в чём дело, образы, которые мы вкладываем туда, я вам скажу по секрету, что они приводят до отсутствия, они принадлежат только нашему сознанию. Понимаете? Это же гипноз. Вот, я вам могу что-то нарисовать и сказать, что это звенит. И вы мне поверите. Если вы со мной согласны, если у нас резонансы, если я эти резонансы настроил, да, как мистификатор, гипнотизёр, а художник именно этим занимается, да, увлеждая на уровне подсознания, вот. И человек соглашается. Я вам поставлю белый лист и скажу вот здесь то-то, то-то и то-то, и вы будете это видеть. Это же естественно, это же нормально совершенно, нет даже никакого обмана. Просто я вам сейчас создаю, рассказываю про образ того-то того-то, подвожу вас к стене, к чистой, а ваше сознание уже проецирует этот, ну, и рассказанный вам образ туда, на эту стену, и вы его прекрасно видите. Видите, вы можете даже глаза закрыть. Вообще даже на стену не смотреть. Ну, между нами произошла вот висуальная контакт, и всё, и нормально. Вот. Ну, давайте всё-таки мы доведём это. Так. Вообщем, лучше. Ну, немножко он рыхлый материал. Длинно, да? Много всего. Надо как-то сокращать. Вроде бы всё укладывается в какую-то систему более-менее, но надо бы сократить это всё. Поэтому, а это тот самый закон масштаба, самоштабности, количества, меры, в общем-то, ну, это то, что мы в себе воспитываем. Вообще искусство – это чувство мира, прежде всего. Вот. И вот я вижу, что здесь вот на лучшем мере количество вот этих вот одинаковых и так далее. Как это сделать? Я не знаю. Мне нравится, да, вот это вот появление вот. Я пока ещё не придумал, как эта R должна быть. Вот такая вот она очень хорошая, да? И тут же она хорошо перейдёт у нас в такую уже R. И если сделать вот эту вот такую вот, а дальше… Вот. То есть мы, понимаете, акцентировали на чём-то, а дальше… Собственно, это присуще любому логотипу, но… Это классно-поклассно, но мы её для совершенства можем доводить до бесконечности. Где-то… Ну, мы же видим сами, где же там наши… Вот смотрите, вот это… И я уже тогда объясняю. Вот этот узел, вот это место, оно здесь случайно. Мы это видим. Вот все согласны, что вот это не случайно. Это не случайно. Даже вот эти линии пошли как бы вот в системе ВТ. И вот эта сюда пошла. Какой здесь недостаток? Вот появилось случайно вот… Ну, ты вот… Если это сильно увеличить… Смотрите, какая неорганичная для вот этой системы вот эта воткнутая сюда вот эта волосочка. Она как бы… Вот это такой вот… Она и не примкнула к ней. И отстоит от неё на каком-то расстоянии. Здесь появился вот этот крестик. Здесь… Вот она инородная. Вот эта вещь инородная. Ещё что? Вот буквы «Д» вот здесь вот у меня рука всё-таки дробного, удобного. И поэтому здесь появился слой вот этот. Чего-то ещё может быть не хватает. И я тогда начинаю думать. Вот она инородная, потому что у неё нет вот такой вот штуки. Да? А здесь мы это подправим. Да? А здесь так. И здесь посмотрим. Теперь что мы делаем. И вот начинаем работать. Мы её фотографируем. И закладываем в компьютер. Так я вам отдам. Я… Вы же что, ну ведь ещё на ней допишите? Нет. Уже пока, наверное, не буду я на ней написывать. Нашу картинку. Ну, давайте с ней поработаем сейчас. Почти молча. Но я буду объяснять. Я сначала её обрезу, потом её поверну. Уберём лишнее. Ну, ещё я подключаю не только Photoshop. Я ещё подключаю часто этот самый Coral. Есть программа «Вектор». Мы сегодня пока до «Вектора» не дойдём. Вот. Мы сделаем её сейчас контрастную, да? Делая контрастную, можно посмотреть, где оставить больше чёрного, где оставить больше белого. Вот. Всё это решаемо. Всё это изменяемо. Вот я пропагандирую всё-таки сочетание. Она цветная, поэтому цвет уберём. Control. Да. Насыщенность. И сделаем её чисто чёрно-белым. Вот. Мы можем ещё дальше доводить вот эту всю черноту. Дальше, меньше, больше. Ну, сейчас здесь другое интересует. Да. Ещё я работаю не мышкой, естественно, а есть дигитайзер, на котором всё это гораздо удобнее делать. Ну, попробуем сейчас ещё её высветлить. Хотя вот здесь вот эта серость, которая здесь есть, может присутствовать, в общем-то. Ну, может быть, да. Но, видите, когда делаешь логотип, там, к сожалению, не всегда это возможно. Вот здесь вот, видите, я резинкой вот так вот жёстко стёр, а резинка у меня настроена оказалась без сглаживания. А сейчас мы её поглажу сделаем чуть-чуть, чтобы это не было заметно. Вот таких нюансов очень много, у которых не приходится потом работать. Вот. Ну, можно её доводить дальше до какой-то… Я не буду сейчас… Вот тут процесс уже, можно сказать, бесконечный. Вот. Но что мы можем здесь? Мы можем её всяко-разно двигать, для первых. Сейчас мы её вот так скопируем. Сейчас. Как неудобно, да. Вот. Два слоя сделали. Ну, это уже для тех, кто знает Photoshop, да. И мы можем её двигать, как угодно. Вот. Мы её можем наклонять, да. Да. Это уже как вам нравится. Можем её поворачивать. Вот как бы наклонить право лучше. А, ну ладно. Теперь я уже вас буду слушать. Хорошо. Ну, заказчик, что делать? Вот так вот. Всё. Кончилось творчество лично. Вы знаете… Колокольчик просто не сделали, хоть право наклонить. Подождите, колокольчик появится. Я же вам говорил. Это вот постоянно беда. Это вот чем отличается искусство от дизайна. Я что-то делаю, потом всё-таки заказчик, который сидит с деньгами, он приходит и говорит, «Хочу так, так, так и так». И начинается делать на свой лад. Ну а что мне остаётся делать? Я делаю на его лад. А я ему отдаю, если совсем переделал, я говорю, только фамилию мою не называйте. Либо себе оставляю вариант, за который я, так сказать, несу полную ответственность, а ему отдаю вариант, который ему нравится. Ну, это, может быть, не про вас речь, мы совместно с вами будем работать. Ну, действительно, а это уже не принципиально. Видите, вот сейчас мы можем вот это двигать как угодно. Поэтому, действительно, я-то, как художник, свою работу сделал. Я, понимаете, я нашёл вот эту игру между буквами. Дальше начинается уже не искусство, дальше начинается дизайн. То есть мы, вот эту идею, искусство – это найденная идея, вот та, которая при вас произошла, вот этот поиск. Вот, я всё время хочу, чтобы люди научились понимать, где было творчество, а где начинается уже декорирование, ремесло, обработка, доработка, переработка. И я эту грань очень чётко вижу. Поэтому мне дальше уже без разницы, можете собирать или делать, если ничего, например, хотите. Ну, либо я могу делать. Но дальше там интересно, там дальше тоже много интересных возможностей. Но всё-таки давайте мы с вами, вы не смущайтесь, какой вам больше нравится этот наклон. Можете сами теперь поделать. Ну, вот мне там нашёлся один вариант, ну, вы говорите с наклоном. Ну что, надо останавливаться. Ну, как вы считаете, как вы сделаете уже? Я, честно говоря, даже и не знаю, но я бы её делал, вот эту букву, эту больше, эту вот так вот, вот, и примерно вот такую бы я её оставил. Может быть, не знаю, поворот. Где-то так я вот сделаю, да? Значит, что мы здесь вот... Здесь вот мы N исправили и D почти исправили. И, собственно, и ничего, может быть, и не надо. Может быть, где-то какие-то моменты, там, нюансы можно сделать. Хотя уже совсем не обязательно. А теперь много интересного может быть. Ну, для начала. Для начала. Хотя бы просто её взять и... Да что-то. И хотя бы её инвертировать. И мы получим какую-то такую. Тоже сама по себе интересная. Ну, дальше-то что? Мы здесь цвет-то не применяли, но мы можем сделать следующее. Есть. Мы можем сами нарисовать фон. Можем, ну, взять заготовки, которые, собственно, мы совсем отвлечёмся. И вот тут мы вспоминаем про вашу рынку, про её цвет золотистый какой-то и дребезжащие какие-то такие моменты. И вот сюда мы её сейчас притащим. Где у нас? Ну, это что-то. Типа, где её не вышло. Ну, что? А. Вот. Вот эта штука. Перетащилась? Нет. Перетащилась? Перетащилась? Перетащилась. А, вот. Перетащилась. Долго работает. Вот. Это у нас второй слой. А это этот слой. Лежит на дне. Но мы их можем по-разному сочетать. Например, вот таким вот образом. Хм. Продолжение следует... Несли? Пока.